Отлично, садись. Так, кто у нас личико солнышко нарисует? Давай побольше, краска. Я ее, что она не всех видела. О, отлично. Так, садись. Так, можно еще. Кто хочет дерево еще одно нарисовать? Так, давай, подарясь у дерева. Давай мы тебе донесем. Кто сунечку нарисовал? На небе явная милена. Давай, ты у нас бывают дерева. Можешь еще одни ворота сделать. Вот здесь вот в башенке. Какие ты хотела нарисовать ворота? Еще блоку. А вот сейчас рисуем. Давай еще. Хочешь? Вот сюда подойди. Вот сюда. Вот здесь вот. Хочешь? Там есть еще один вот синенький ломанчик. Нарисовать еще одно нарисовать. Чудеса были древучие. Можешь, древучие? Может, ли сайт древучий? А? Кораблик? Ну, давайте тогда кораблик. Конечно, ничего. Лодочку можем нарисовать. Ну, да. Потому что там и не только... Все, друзья, нарисуем картины Древней Руси. Давайте сядем, посмотрим на нее. Садитесь, ребята. Ребята, молодцы. Красный, синий, белый, да? Ну, правда, он не такой древний, как картины, которые мы нарисовали, на самом деле. Вторая, синяя, посерединке синяя. Маш, посередине синяя. Белый, красный. Синенького здесь побольше, пошире. Делайте. Еще сначала белый, синий. Красный, синий, белый. Белый, синий, потом красный. Наоборот, надо было. Аня, белый сверху, синий. Белый сверху, да. А красный, синий. Белый, синий. Вот здесь синенького побольше, да? Нарисуй. Хочешь, идешь. Хочешь, идешь. Все, ребята, все, что вы нарисовали, то нарисовали. Присаживайтесь, продолжаем дальше. Наши путешествия, да? Ребят, останавливай. Куда-то, первый ряд. Лера, присаживаемся. Я с вами Николас, Арина. Не трогай. Давайте мы его в конце занятия подправим. Ага. Идите, садитесь. Ну что, картины древней Руси нарисовали? Да. Вот скажите, с тех древних времен прошло больше тысячи лет, правильно? Да. Скажите, а что изменилось здесь в самом деле? Лиша. Скажите, что изменилось? Ну что, конкретно, давайте. Дома изменились. Город стал там намного больше. Леса, леса, сок, стало меньше. Компьютеры появились. Компьютеры появились. Телефоны появились. Телефоны, да? Средства связи. Машины появились. Машины появились. Электроприборы. Электричество, да? Так скажите. А, планшеты. Планш, компьютеры, да? Да? То есть, оставить, вот изменилось многое, да? Картину мира практически не узнать. А что осталось прежним? Бережь. Природа. Природа. Природа изменяется, да? Да, да. Ну, говори. Ой, да крепость, которую построили. Ну, какие-то творения у человека. Какие-то до нас дошли, какие-то нет, да? Некоторые вещи. Вещи какие-то. Фотографии. Ну, фотографий нет, да? Да, какие-то предметы быта людей, да? Да, музеи. А? Музеи. Ну, не, музей – это место, где собирают эти предметы быта. Неизменным осталось основное. Это осталось природа, правильно, как вы сказали? Деревья, да? У нас тактусы выросли? Да. Ну, на улице прям. Ммм. Ну, кажется, да, да? То есть, да, и, собственно, вечных снегов у нас не появилось. У нас нас. Ну, это да, это то, что появилось. А вот неизменным осталось природа. Скажите, отношение людей к природе поменялось? Ну, нечего. Поменялось. Поменялось? А как поменялось? Поменялось и сильно. Ну, и люди с зелом, они ругаются. А вот, а наоборот, люди будут хуже, как ее загрязняют, а люди, наоборот, любой силой, потому что как можно больше его было. Да. А как наши предки относились к природе? Очень любят. Любят, да? А как они называли землю, на которой живут? Ну, землю, как они к ней обращались? Добра. Добра. Матушка. Матушка, да? А почему матушка? Потому что она была для них как мама. Давай, скажи. Потому что она... У земля была для них как мама. Да, почему? Да, почему? Да, потому что они родины. Это их родина еще. А почему? Не нужно было растято. Очень растято. Ай, да. Кормит она людей, земля? Да, потому что она их кормила. А только людей она кормит? Нет. Нет, еще всех, да? Вот наши предки никогда даже ножа в землю не стыкали, чтобы не поранить ее. То есть отношение было уважительное. Не только к природе, а всему блажающему миру. Вот давайте посмотрим, насколько хорошо нам знакома наша природа. И сейчас будем загадывать загадки. Любите загадки? Да. Вечной веселит, летом холодит, осенью питает, зимой согревает. Ветер. Сон. Чем он согревает? Сон. Печкой. Еще не знаю. Вечной веселит весной, летом холодит, осенью питает, зимой согревает. А вот, а зимой погодит. Я только хотела срекать. Вода. Чего вы тут рисовали-то? Ветер. Куда вы прячетесь? В зимой когда-нибудь. Не в дома. В доме душно. Куда что люди пытаются тень найти? Под чем? Под зимой. Вот, а почему оно зимой согревает? Потому что среки. А вон оно зимой согревает. Зимой. Никаким образом. Городские дети. Печки не топят. Нет. Костер, вы не когда-нибудь? Да. Вот. А что вы как дрова? Дрова. А дрова это что? Дерево. Дерево. А весной веселит почему? Ну, потому что как бы она расцветает. Вот. Что-то новое. Вот. Она осенью питает. Это что? Ну, как бы она дается и пьет. Вот. Ну, вот. Так, ладно. По какой дороге полгода ездит, а полгода ходит? По реке. Молодец. Подумай, почему? Потому что зимой она заверзает. Я всем всем расскажу. Потому что зимой она заверзает и становится можно ходить. Ну, да. Хорошо. А верно. А верно. Сделали это. Что за чудо-красота? Золотые ворота показались на пути, в них не въехать и не войти. Ворота. Почень. Кремль. Что за чудо-красота? Кремль. Золотые ворота показались на пути, в них не въехать и не войти. Природа одна. Природа. Природа объект какой-то. Не ответ, это подсказка. Лес. Лес. Сейчас, секунду. Хорошо. Это про нее же. Через речку повисло красное храмосло. Река. Через речку повисло. А, мост. Что за мост это такое? Природа. Раду. Вот. А почему красное? Это потому что она. Это первое светлое. Красивое. Красивое. Красное. Да. Да. Без рук, без ног, а ворота отворяет. Ваня. Муравь. Ваша любимая. Причем она это играл. Это. Люба. Ты кричал. В начале. Без рук, без ног, а ворота отворяет. Ретер? Хорошо, попробуем. Живёт без тела, говорит без языка. Никто его не видит, а всякий смешает. Мам, без тела! Я хочу знать, а программа... Так, молодцы!